Друзья, всем добрый вечер. Как и было обещано, мы сегодня встречаемся с вами, чтобы побеседовать на тему обиты манипуляции. Да, это такая злободневная тема, и говорить мы об этом будем с моей подругой и коллегой из Риги, у которой знаменитый центр помощи семьи, контакт и мам-кафе, да, такое пристанище для, так сказать, ищущих душ, да, Ксения Соловьева. Ксения, ну и передаю слово тебе, да, ты сегодня, наверное, будешь как-то так направлять нашу беседу, да, почему такая тема, вот ты выступила в этом плане, да, инициатором именно эту тему разобрать, и как бы скажи пару слов, да, на эту тему. Добрый вечер. Надеюсь, мы сегодня будем вам чем-то полезны в ходе нашей беседы. Почему вообще этот вопрос у меня возникает постоянно? Ну, ты знаешь, что я давно ворюсь в теме детско-родительской, и у меня глубокое убеждение, что практически все мы родом из детства. И масса примеров перед глазами, да, когда мы как родители, я говорю мы, потому что я, собственно, тоже родитель, включаем как способ воздействия на ребенка или партнера, те способы, которые, в принципе, в лучшем варианте бы не использовать. Я говорю сейчас о манипуляции. Конечно, зачастую мы их используем бессознательно, потому что так поступали с нами родители, и поскольку это был такой достаточно удачный опыт, мы его запомнили, зафиксировали на подкорку и используем его. Периодически, конечно, мы это используем абсолютно осознанно. Это не только детско-родительская тема, это партнерская, это коллегиальная. В общем, я бы сегодня очень хотела с тобой обсудить несколько позиций, да, вообще, что такое манипуляция, да, потому что часто мы данное слово используем, когда говорим даже не о манипуляции, да, если вспомнить, например, происхождение слова манипуляция, да, мана с рукопуляция управляет. Стоматологическая манипуляция, хирургическая манипуляция, да, коннотация может быть очень разная. И мне бы, на самом деле, очень хотелось бы, ну, как бы дать определение манипуляции, потому что даже психологии их несколько, вот, и было бы здорово, если бы мы с тобой обсудили бы вообще, какие бывают манипулятивные технологии, чтобы мы себя, например, начали отслеживать, да, и что мне кажется особенно важным, как понять вообще, что мной манипулируют, да, ведь есть определенные признаки. Например, там, когда я заболеваю, там, тем-то, тем-то, я понимаю, что я заболеваю по каким-то признакам. И было бы, конечно, весьма бы полезно и для меня, и для окружающих понять, что, как понять, что я манипулирую, и как понять, что мной манипулирую. Окей, ну, вот я, ну, звучит прекрасно, на мой взгляд. Я тогда, может быть, вот предлагаю, да, что каждый, давай, может быть, из нас какое-то свое видение даст этого термина, да, этого понятия. И я, наверное, вот буду исходить из какого-то своего собственного понимания, там, даже не столько, что там говорят психологии на эту тему, да, а как-то вот с опорой на свой, ну, профессиональный и личный опыт, да. Ну, вот давай тогда начнем с того, что такое манипуляция. Лей, я бы все-таки начала еще с одного момента. Мне кажется, ты меня так лихо представила, но я очень надеюсь, что у нас есть какая-то новая часть аудитории, которая незнакома с тобой, да, и буквально два слова скажи о себе, пожалуйста, такая, хоп, место в карьере. Не, ну, я как-то подумала, что если уж люди там смотрят на мои личные страницы, да, это, как правило, люди, которые осознанно на меня подписались и, в общем-то, в курсе, кто я и что я. Ну, кто? Зовут меня Лея, фамилия моя Веденский, да, и последние, наверное, уже 30 лет я занимаюсь психологической там деятельностью, да, последние, наверное, вот с 2007 года очень активно в области, в том числе и управления персоналом, да, то есть вообще, я когнитивный психолог и клинический психолог по образованию, и чем дальше, тем больше, наверное, вот с годами меня все больше интересует, ну, как вот ресурс человеческого сознания, да, то есть я вообще очень разделяю в этом плане мировоззрение моей коллеги Шуламид Крайтлер из Тель-Левского университета, да, которая говорит о том, что возможности сознания человека не ограничены ничем, да, и в этом плане, если там возвращаться к теме манипуляций, да, то есть, как правило, мы прибегаем к такому не самому продуктивному способу, да, получения того, что мы хотим по одной простой причине, что, может быть, у нас нет других инструментов, да, то есть мы как бы можем не знать, как это делается по-другому, да, или это то, что существовало в нашей семье, там, и так далее, да, и вот я сейчас всячески ратую за то, чтобы как можно больше людей начинало мыслить в категориях изобильного мышления, концепции изобильного мышления, да, где одни и те же вещи рассматриваются под множеством углов, и когда есть у человека намерение, да, то есть получить то, что он хочет, максимально каким-то эффективным, максимально экологичным, адекватным ситуацией путем, да, и в этом плане, вот мне хотелось бы сегодня манипуляции рассматривать, ну, как некий признак, в том числе дефицитарного мышления, да, то есть это, и опять же, это не значит, что все, кто манипулирует, они там какие-то придурочные там или что-то с ними не то, да, это, ну, может означать только одно, это может быть либо привычка, да, либо это какие-то неосознанные штуки, либо это присвоенные семьи какие-то, да, там, способы взаимодействия с другими, и в этом плане я очень верю в потенциал человеческого сознания, да, и что, в принципе, мы можем взять способы, идеи, модели поведения из любых других мест и культур, да, их присвоить и ими пользоваться успешно, да, и вот в этом плане, мне кажется, важно начать с того, ну, очень важно начать с того, а как я, собственно, не хочу, ну, хотя бы так, да, то есть или как я вообще могу различить, да, потому что, чтобы что-то, ну, менять, например, внутри, да, то есть вот люди часто говорят там, ой, помогите, я хочу вот вообще из себя это убрать, или я там хочу вот что-то из себя выбросить, но это абсолютно невозможно сделать, да, потому что природа не терпит пустоты. Для того, чтобы что-то убрать, нужно точно понимать, что встанет на это место, да, то есть потому что если я что-то убрал из себя, то на этом месте образуется примерно то же самое, что я убрал какое-то время назад, если, да, там не изменить концептуально вещи. И вот мне бы очень хотелось вот от сегодняшней беседы, наверное, тоже какого-то такого изобильного взгляда, да, на тему манипуляции, и в том числе, что манипуляции, кстати говоря, бывают и вполне себе конструктивные, да, там и вполне себе там, если их осознавать, да. Вот. Ну, окей, давай тогда. Итак, про манипуляции, вот как, что мы такое под этим, под всем понимаем, вот скажи свою версию, потом я, наверное, скажу то, что я думаю на эту тему. Ну, в принципе, для меня, если говорить в широком контексте, да, мы не говорим про конструктивную или дистинструктивную сейчас манипуляцию, то для меня манипуляция – это способ повлиять на поведение человека с какой-то своей выгодой. Вот. Ну, то есть есть два варианта там. Я каким-то образом влияю на поведение ребенка для того, чтобы мне было там с ним проще договариваться, да. И другой вариант – это если мы говорим про такой деструктивный контекст, конечно же, это способ изменить поведение, ну, кого-то, да, с извлечением собственной выгоды и используя воздействие там на эмоции, на чувства, иногда даже на мышление. Ну, вот такой формат. Понятно же, да, что чаще всего, конечно, манипуляции используются в негативной коннотации, в деструктивных, хотя я абсолютно с тобой согласна, что масса манипуляций осознанных, она может быть и вполне себе деструктивной. Ну, вот, ты знаешь, я когда размышляла про манипуляции, я так для себя выделила два, наверное, основных признака, да, этого явления. Вообще есть такое выражение у мудрецов Израиля, что творец создал человека простым, а человек извратил свои пути. И вот в этом плане манипуляции отличаются тем, что они, как бы в них существует вилка. Вилка между поведением, например, да, и намерением. То есть на уровне поведения я могу там, допустим, ну, например, если я хочу спросить, сколько времени, я просто спрошу, Ксения, скажи, пожалуйста, который час? Но если я хочу сманипулировать, я кину так в пространство. Интересно, а сколько сейчас времени? Ну, то есть на уровне действия, да, я как бы вроде как ни о чем, никого не спрашиваю, да. А, ну, по факту, ну, кто-нибудь найдется там из того, кто находится в помещении, кто мне ответит, сколько времени, да. Ну, то есть манипуляция всегда отличается тем, что там есть как бы двойное дно, да, то есть там есть некий двойной посыл, да, то есть выглядит как-то так, а на самом деле является, ну, чем-то другим. Допустим, я хочу, чтобы там ребенок делал то, что я хочу, да, и я тем самым, например, говорю ему о том, что он виноват в том, что у меня болит сердце, потому что он меня расстроит, да. То есть я ему не говорю, ты знаешь, вот мне очень приятно будет, если ты сделаешь вот это и вот это вот, это прям мой золотой, дорогой, да, там прямая такая вот коммуникация, да. А я делаю какие-то опосредованные такие телодвижения, да, чтобы он в результате сделал то, что мне нужно, но я как бы тут ни при чем. И второй, наверное, компонент, он для меня тоже очень важный в манипуляции, да, в отличие от прямых интеракций, это манипулятор всегда уходит от ответственности. То есть поскольку это всегда двойное такое дно, как бы, да, то есть никогда нет прямого, как бы, контакта с реальностью, да, то есть, ну, например, если там, я не знаю, он опоздал на работу, это ты мне вчера не дала спать, я сегодня проспала из-за тебя, и вот поэтому я там не пошел там, да, или, ну, то есть все так или иначе, то есть есть всевозможные способы, чтобы манипулятор ушел от прямой ответственности, экзистенциальной ответственности, да, фактической ответственности за то, что происходит, ну, в ситуации. Вот, наверное, два таких главных каких-то момента, которые отличают, да, обычное, ну, как бы простое, искреннее, прямое общение от манипуляции. Вот, ну, еще, наверное, тоже, да, ну, ладно, про признаки там, как узнать, что мной манипулируют, это уже, наверное, отдельно. Ну, что бы ты хотела дальше обсудить? Это вот как раз очень важный вопрос, как узнать вообще, какие признаки того, что мной манипулируют, манипулируют и, соответственно, какие технологии использует манипулятор или я, например, когда включаю какую-то неосознанную манипуляцию, чтобы добиться от кого-то вот того, что у меня там во втором дне скрыто? Ну, опять же, здесь, мне кажется, вот важно понимать какую-то основную такую штуку, да, вот опять же, если говорить про такие базовые признаки. Итак, базовый признак, мы говорили, что уход от ответственности априори всегда, а второй момент – это то, что там есть всегда вилка, да, между намерением и действием. При этом всегда есть третий компонент, когда есть, речь идет о манипуляции. Это, ну, назовем это, ну, как бы душевной слабостью или какой-то стрункой, да, за которую можно дергать. То есть манипулятор, он всегда ощущает, интуитивно чувствует, да, то есть где у тебя там вот какое-то твое слабое звено, да, и начинает там эту лодку раскачивать, да. И в этом плане, конечно, чем более неосознан сам человек, да, чем меньше он понимает, что с ним вообще происходит, тем легче манипулятору взять его, так сказать, тепленьким. И в этом плане, ну, как я могу, например, узнать, что мной манипулируют? Например, то, что я, находясь в отношениях, постоянно чувствую себя виноватым. Вот у меня ощущение, что, ну, блин, вот все-то со мной, ну, не так, да, и вот я себя все время ловлю на том, что, ой, ну, что ж я опять не так сделал-то, боже ты мой, ну, может быть, и вот это, а может, я там и сказал не так, и так далее, да, то есть в этом плане, если в отношениях нет манипуляций, да, то есть если они достаточно честные, они там искренние, да, они достаточно открытые, не знаю, один человек другому, допустим, там, каким-то образом не специально как-то там, ну, причинил боль, допустим, да, там, но в этом случае люди в открытых отношениях там, они не обижаются, ничего, они садятся, они начинают разговаривать, один другому рассказывают о том, что ему причинило боль, он начинает выяснять какие-то вещи, да, тот, который его там слушает, он объясняет, что происходило и так далее, ну, в общем, они вот сели, переговорили, да, поняли какие-то вещи и, собственно, поехали дальше, то есть в отношениях, в здоровых, нормальных отношениях там просто не бывает обид вообще, ну, то есть они просто не существуют в природе, потому что им нет места, да, вот, это, ну, первый такой момент, потом часто бывает так, что, скажем, если человек живет с манипулятором, да, то есть он ощущает постоянный страх и зависимость, ну, например, там излюбленная такая тема, да, на просторах бывшего СНГ, особенно в крупных городах, да, в российских, например, там есть тема очень сильной зависимости женщин от мужчин, и вот там есть такая, например, история, там, ой, кто ты была вообще там до того, как я тебя встретил, ты, я там тебя с помойки подобрал, а теперь, значит, ты вот там пятое-десятое, да, там и так далее, и вот, да, то есть это вот, ну, просто такая грубая, да, манипуляция, которая вот просто полностью обесценивает, да, человека, то есть если я себя в отношениях чувствую зависимым, никчемным, что со мной все время там что-то не так, да, вот я постоянно чувствую себя виноватым и так далее, ну, то есть это вот признак того, что в отношениях есть большое количество, да, манипуляций, а не, ну, какой-то вот искренности, да, там, теплоты, доверия там и так далее. То есть любой дискомфорт, который у меня вызывается в процессе этих отношений, он может быть признаком, но я имею в виду эмоциональный дискомфорт, да, там, какое-то замешательство, сомнение, собственные значимости. Опять же, бывает же, ну, дискомфорт, он бывает разный, да, то есть, например, не знаю, он может быть вызван, там, я не знаю, какими-то бытовыми условиями, да, или там, я не знаю, вот у меня там был случай, когда все прекрасные отношения, но вот люди переехали там к родителям жить на время, пока у них делали ремонт. И вот у них там, ну, бешеный дискомфорт совсем по другим причинам, да, не потому что кто-то чем-то манипулирует, а потому что, ну, невозможно побыть самому там, да, и ты не можешь на кухне сделать то, что тебе хочется, да, ты чувствуешь себя плохо. Но, в принципе, вот если, да, если с моим партнером, да, с которым я строю отношения, то есть у меня вот это перманентное, вот это чувство, да, что со мной что-то не так, я постоянно виноват, и все время что-то мне кажется, что я делаю не так, и я все время там в страхе хожу на цыпочках и боюсь причинить боли, вот меня прям вот все время там колбасит по этому поводу. Ну, вот, ну, то есть это явные такие признаки, что отношения вот имеют эти двойные, как бы, да, стандарты. Я еще услышала вот в процессе того, как ты сейчас говоришь, да, мне как-то отозвалось это такое вот, я лишаюсь собственной цельности, да, то есть я все время копаюсь, сомневаясь в себе, у меня ощущение, что я что-то сделал не так, хотя я так не делаю. Ну, да, ну, то есть, ну, вот, давай попробуем все-таки, да, немножко поперечислять вообще вот, что это такое там может быть, да, вот я себе даже сегодня выписала как-то вот сидела и думала там, что, да, вот вы чаще всего в практике встречаете и так далее. Но первое, это, конечно же, вообще такая детская история еще с детства, когда родители говорят, и тебе не стыдно, ну, тебе не стыдно. И как бы, и ты вроде понимаешь, что тебе не... Где твоя совесть? Вообще тебе нифига не стыдно, ну, как-то, ну, вроде как должно быть стыдно, и вот как-то так, да, там. И вот этот, да, механизм, он там закладывается, потому что ты понимаешь, что вроде как, ну, чтобы быть там хорошим в глазах родителей, тебе вроде как должно быть стыдно, да, а вообще-то тебе там и не стыдно и так далее, да. А потом вся вот эта, все формы обид, да, вот это не трогай меня, значит, я тут вся в печали, да, и вот это вот состояние, когда на пике каких-то там, да, ситуаций, ну, каких-то сложных ситуаций, там, человек закрывается в себе, он там, не подходи ко мне, я не хочу разговаривать, я там туда-сюда, опять-таки, да, то есть, опять же, ну, если что-то не так, давай это обсудим, да. Ну, решим, что тут с этим делать и так далее, но, опять же, здесь, в чем, например, отличие, да, то есть, бывает, что человек, он как бы по структуре личности, ему, например, ну, в трудной ситуации, в стрессовой, ему просто нужна пауза, да, какая-то, и чем будет отличаться манипуляция от неманипуляции, когда ему нужна эта пауза, он подойдет к своему партнеру и скажет, слушай, я сейчас вот не могу говорить, ну, мне нужно, не знаю, час времени, я к тебе, я приду в себя, я к тебе подойду, да, но если человек замыкается в себе, да, и не подходи ко мне, то есть, и здесь, опять же, да, не подходи ко мне, я не хочу с тобой разговаривать, но на самом деле я хочу, чтобы мой партнер ходил вокруг меня на цыпочках, значит, и меня там уговаривал, и, значит, умолял там, и все такое прочее, то есть, мое действие выглядит, как отойди, а мое намерение, наоборот, подойди и ползай тут вокруг меня, значит, на корячках, извиняйся, да, то есть такое вот, а потом тоже, да, признаком манипуляции вообще, ну, вот наличие, да, вот мы бы большого количества манипуляций, это постоянный возврат в прошлое, вот, сейчас ситуация возникла, да, но нет, вот, вот, и начинается этот снежный ком, вот, там, 10 лет назад, там, ты сделал то, и это, пятое-десятое, там, и так далее, да, вот это мусолить бесконечно, и, в принципе, поддерживание такого на слабом таком огне, да, подкипячивание, да, вот эти старые обиды, которые, не дай бог, чтобы это вообще закрылось, то есть нет никакого вообще намерения, чтобы это закрылось, то есть оно должно подогреваться, чтобы оставалось место, там, да, человек чувствовался виноватым постоянно, там, оправдывался и так далее. Еще, значит, то, что я уже сказала, да, это из-за тебя то, из-за тебя это, из-за тебя, там, вот родители, да, там некоторые, да, вот я, там, тебя родила, ты, там, то, все, я из-за тебя бросила институт, то, я, там, то, пятое-десятое, ну, то есть, как бы, вот эти все вещи, перекладывание, как бы, ответственности на кого-то за, собственно, мои решения, да, которые я сам принял, да, как взрослый человек, ну, не хотела рожать, не рожала бы, родила, это, как бы, твои, твоя история, да, там. Еще тоже есть такой тонкий вид манипуляции, мне нравится тоже такое у меня. Ну, любимая ты у меня самая лучшая. Вот все остальные, значит, это просто, там, вот, отстой, а ты у меня вообще, ну, такая прекрасная, самая ласковая, самая, там, чудесная и не знаю что, да. И я, вот, сколько раз, да, у меня в практике было такое, когда женщина говорит, слушайте, ну, вы понимаете, я потом себя ловлю на том, что я прямо из кожи вон выпрыгиваю, чтобы соответствовать, значит, этому вот прекрасному образу, который, значит, он мне тут нарисовал, да, что вот я вот такая вся, и раз такая, и так далее. Потом, тоже, да, вот, если говорить о начале отношений, тоже обожаю, да, такая вот, просто, мне кажется, сейчас это притча во языцах. Ты знаешь, вот, мы, да, мы познакомились, но я еще не готова, или, там, не готов к серьезным отношениям. Это вот тоже, да, там, классика жанра, потому что, ну, на самом деле, хочется каких-то отношений, но ответственности вообще-то, ну, не хочется, да, и вот это вот начинаются эти, там, игрища. Есть, конечно, вообще ужасные совершенно вещи тоже, да, они довольно часто встречаются в практике, это псевдосуициды, но это вообще страшнее не придумаешь, когда, ну, человек начинает шантажировать, да, своих близких по поводу того, что если ты уйдешь, или если ты, там, то не сделаешь, что я, там, покончу с собой, это вообще, конечно, вот, просто кошмар. И еще хорошо, когда это, допустим, там, парные какие-то отношения, то есть их можно, там, не знаю, прервать и все, но такие вещи часто происходят в семьях, да, то есть когда, там, нудить такое дело, то есть у меня было в практике по отношению к родителям, да, там просто веревки из них вьют, там, и, в общем, жуткое дело, да, тоже. Ну, то, что я уже сказала, если бы не я, то ты бы, там, вот, на помойке до сих пор где-то там сидела, да, там. Ну, тоже один из видов, мне кажется, манипуляции, это, кстати, и с родителями, и в паре, это вот такое вот ярко-демонстративное поведение, что пока вот ты такой, как мне нравится, там, услужливый, ласковый, приятный, заботливый и так далее, я тебя прям люблю. Но если вот что-то там не так с тобой, не знаю, ты мало мне уделяешь внимания, или, там, ты сделал что-то не то, или не так приготовил, или, там, не знаю, не так оделся, то вот я всем своим поведением демонстрирую, что вот все, я тебя не люблю, да, у родителей такое часто бывает. Да, когда... Ну, то есть, по факту мы не говорим о безусловной любви, мы говорим о том, что есть какой-то, какой-то эрзац, который зависит от определенных условий того, кто рядом с нами. Ну, вот у детей, я, да, это встречала уже повзрослевшим, там, у подростков полное впечатление, что их любят там за то-то, то-то, то-то и то-то, да. Да, и вот если там этого не будет, то все, они лишаются любви, и вот любовь, она там вот при каких-то условиях исключительно, да, существует. Ну, тоже, знаешь, такие всякие, вот говорили же мне друзья, не женись на этой дуре, там, это да-да-да, предупреждали, а вот я идиот, и так далее, да. Это тоже такое вот, ну, еще одна тоже такая, мне кажется, важная встреча, ну, часто встречающаяся история тоже в отношениях. Ну, допустим, не знаю, люди там, супруги устали друг от друга, например, да, там, или у них появились какие-то там, может быть, новые интересы или что-то, но сказать напрямую, там, слушай, я не хочу сегодня, ну, проводить дома с тобой там время, я хочу с мужиками пойти в футбол поиграть, да, как бы это, ну, никак нельзя это сделать, это же, ну, такое прямое действие, поэтому провоцируется конфликт, да, чтобы вот поскандалить и сказать, а, да пошла ты там и так далее, да, и отправиться там, ну, по своим делам, куда-то выпить с друзьями там или на футбол, или куда-то там еще, да, то есть когда конфликт используется именно как, ну, как способ, да, просто сделать то, что хочется, и тогда, как бы, ты сама меня спровоцировала, ты меня довела до белого коленя, значит, я больше не мог это выносить, я ушел, то есть не я тут хотел пойти погулять, да, там, или что-то сделать, а вот это ты все сделала. Ну, и тоже, да, одна из вещей, мне кажется, тоже свойственная вот в ситуации манипуляции, это обесценивание, обесценивание чувств, обесценивание действий каких-то, да, там, попытки поговорить с манипулятором, что ты несешь бред, да, там, допустим, да, там, слушай, у нас в последнее время не клеится отношение, не знаю, там, у нас какая-то проблема с сексом, да, все у нас нормально, что ты бред несешь, да, то есть это вот из-за этого тоже оперы, ну, и понятно, что, конечно, отдельная тема, вот, на которую хотелось бы, да, с тобой поговорить, ну, сейчас после того, что ты, может быть, тоже там какие-то свои примеры приведешь, вот все-таки что делать, да, то есть какие-то рекомендации, ну, если уже так случилось, например, опять же, там, иногда есть выбор, иногда выбор там не очень есть, да, когда это совсем внутри семьи происходит, допустим, у подростка, там, я не знаю, мама, манипуляторша еще та, там, издеваться ему некуда, да, там, то есть еще одно дело, когда мы говорим о парных отношениях, да, то есть там все-таки два взрослых человека, и там, ну, хоть как-то можно уже там, да, каким-то образом влиять на ситуацию, а когда там речь идет о детях, например, да, ребенок, который манипулирует, и привык уже, да, там, в веревке вить и так далее, ну, в общем, вот тоже хотелось бы, может быть, что ты, может быть, что-то добавишь, да, о том, как узнать о том, что я, ну, как, нахожусь в ситуации манипуляции, да, и второй момент тоже, а как я узнаю, что я манипулирую? Вот многие же, у нас кто-то, я пост вчерашний когда писала, там женщина писала, вот было бы здорово из манипулируемого, значит, превратиться в манипулятора, и я считаю, что ничего тут нет хорошего в этой истории, потому что, ну, как сказать, когда вы находитесь в игре этой манипулятивной, то есть это забирает кучу энергии, это выматывает абсолютно одинаково, с какой бы стороны вы ни находились, да, и даже тот, кто манипулирует, он точно так же, ну, как, не находится в ресурсном, да, состоянии. И так, может быть, твои какие-то примеры? Я, честно говоря, еще хотела бы добавить из того, что я вижу именно вот в детско-родительской истории, да, манипулятивных технологий, очень часто родители включают игнорирование, это тоже достаточно жесткая манипуляция, и по моему субъективному мнению, наверное, в плане детско-родительских отношений игнорирование это самое тяжелое манипуляция, потому что ребенок теряет связь с самым значимым для него на этот момент человеком. Также я часто, увы, слышу высмеивание, да, вот как ты говоришь про обесценивание там, да ладно, да, в детско-родительских отношениях часто выгоревшие родители, которые, ты абсолютно права, да, манипуляция-то мы включаем от того, что у нас нет ресурса, так проще и эффективнее, так быстрее. Вот, родители начинают высмеивать достаточно жесткие такие истории, да, такие на грани буллинга практически. Вот, еще одна из таких часто используемых манипулятивных технологий, это ложь, сокрытие информации, да, то есть какой-то целью кто-то кому-то что-то не сказал, это может использоваться как инструмент управления. Вот, и еще, к сожалению, к сожалению, я вижу осуждение действий, причем зачастую любых, да, в том плане, что, ну, конечно, ты там постарался, но усилий ты приложил недостаточно, мог бы и побольше, да, то есть это такая тоже тяжелая артиллерия, которая, ну, конечно же, зачастую то, о чем ты сказал, это ввиду недостатка инструментов. Вот они, эти инструменты есть, со мной они сработали, собственно, почему бы мне их не передать дальше, не использовать. Ну, это женская история, про которую ты почему-то не сказала, слезы, да, достаточно часто манипулятивные в парных отношениях, это вот так вот сплакнуть, чтобы он испугался и побежал срочно делать то, что мне нужно. Вот, ну, это вот такие технологии, ну, про, как бы, внушение чувства вины, это, наверное, везде. Классика. И в партнерстве, и в детско-родительских, и в родительско-детских, когда пожилой родитель манипулирует уже выросшим ребенком, да, вот если ты там не приедешь ко мне, я так возьму, заболею, умру и живи потом с этим. Вот, то есть, ну, как бы, как мы с тобой понимаем, техник манипулятивных, деструктивных, это огромное количество, и пользуюсь я не хочу, но для меня, например, вот основным признаком того, что я, например, манипулирую, является то, что я как-то нечестна с собой. Ну, вот, вот у меня еще есть такой водливости, потому что я могу по-другому. Если мы уже говорим о том, как поймать себя на манипуляции, это когда ты, наверное, не получаешь удовлетворения от содеянного. Ну, то есть, по факту, ты, конечно, ты добился того, но, как бы, осадочек-то он глубой. Иногда осадочек, он больше, чем результат. Ну, у меня тоже еще есть, знаешь, такое ощущение, его, конечно, трудно как чувство передать, но вот если нет никаких манипуляций, то есть ощущение такой прозрачности, чистоты и какого-то внутреннего спокойствия. Причем это внутреннее спокойствие, оно может быть, ну, как бы для ситуации, которая может быть достаточно тяжелой, допустим, даже может быть трагической, да, но когда эти отношения искренние, то есть когда все, ну, как бы подобрана форма какая-то, ну, правильно о том, чтобы прозрачно сказать о своих чувствах и так далее, то это все равно вот это ощущение достаточно комфортное внутреннее, да, вот такой прозрачности. Ну, не знаю, как по-другому это назвать, да? Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, нет сомнения и нет ощущения подорванного доверия. Ну, вот то, о чем ты говоришь, у меня отзывается именно сохраненным доверием в достаточно тяжелых даже ситуациях, да, и нет вот таких вот сомнений в прозрачности партнера и своей. Это очень приятное, приятное чувство, да, которое, ну, вот у меня, например, еще сопровождается ощущением внутренней свободы, такого дыхания, да, пространства. То есть когда я чувствую, прям можно дышать, да, вот можно дышать. Дышишь полной грудью, и там ничего тебе в этом плане не мешает. Еще, мне кажется, тоже вот такое уместное, оно, кстати, имеет и такое вот какое-то сленговое, да, вот выражение, когда говорят, слушай, ну, он какой-то мутный, да, вот человек мутный, он что-то мутит, мы говорим, да, то есть вот это вот ощущение мутности, да, когда есть какая-то несостыковка между тем, что на лице у человека, да, его выражением лица, его там жестами, его интонацией и вообще того, что он говорит и как он это говорит. То есть мы вот начинаем чувствовать, что что-то не то. Ну вот, да, вот такое вот. Ну, я вот сегодня себе записала, когда мы планировали с тобой как бы этот эфир, вот для меня, например, один из признаков манипуляции – это то, что они сбивают в толку. Это то, о чем ты сейчас говоришь. Вроде как что-то происходит, да, но ты не понимаешь, что. И вот это вот ощущение, что ты не понял, это хорошо или плохо, это вообще вот, это про меня или нет. То есть ты в такой некоторой растерянности начинаешь пребывать, да, но это опять же за собой тянет и то, что ты утратил цельность, и то, что сомнения какие-то появились, если доверие поколебалось, да, ты вот это вот в этой такой какой-то, ну, вот как девочка на шаре у Пикассо, только не стоишь. А еще, вот мне кажется, знаешь, очень важно, что очень часто именно история манипуляции – это демонстрация неуважения к тебе. Ну, то есть вот все, что мы с тобой проговорили, вот эти вот все технологии, да, но за исключением, возможно, повышенного внимания какого-то, который тоже может быть как старт к манипуляции, да, для того, чтобы тебя завернуть во всю эту историю, вот мне кажется, как только тебе начинают, цитирую тебя, сидеть у тебя на хвосте или топтаться где-то там еще на твоих границах, когда ты понимаешь, что где-то ты уже кусок своего пространства отдал, и непонятно когда и как, при каких обстоятельствах, да, вот эта вот история про то, что ты уже там. И понятно, что это очень обессиливое, да, вот для меня тоже признак того, что, например, я манипулирую или мной манипулируют, это безумно выматывает, это безумно выматывает, потому что когда тобой манипулируют, ты понимаешь, что с тобой происходит что-то не то, и ты начинаешь пытаться простроить какую-то защиту, какой-то гамбит, который у тебя не складывается, потому что везде со всех сторон начинают возникать какие-то дырки, да, то там тебя высмеяли, то тебя проигнорировали, то тебя обесценили, то тебе внушили какое-то чувство ложной вины, да, когда тобой, ну, не очень получается управлять. Вот, и то же самое, когда ты простраиваешь какую-то манипуляцию, скрываешь второе дно, тебе тоже нужно быть очень начеку, да, вовремя успеть переключить внимание на кого-то третьего, да, вовремя слить ответственность, вовремя простроить достаточно тяжелую укрепленную артиллерию защиту, это действительно очень, очень весело. Энергозатратно, да. Слушай, ну вот все-таки, если говорить о том, что, что же делать, да, какие-то рекомендации, какие-то, то есть каким, если я понял, вот я манипулятор, или я нахожусь в отношениях, да, с таким каким-то, ну, жестким манипулятором, то есть что, собственно говоря, делать, да, с чего начать? Знаешь, для меня, например, ну, как бы это очень сложный такой и важный шаг, но мне кажется, таким основным лозунгом, может быть, я беру свою жизнь в свои руки. Вот как только ты, например, ну, осознанно себе это говоришь, вот тогда уже можно начинать другие действия, да, это может быть и достаточно жесткие отпоры, это может быть и пресечение каких-то действий, да, потому что в истории с манипуляцией это должно быть очень четкое стоп, нет, а будет так нельзя. Знаешь, вот мне кажется, в этом случае... Пока ты не взял... Да, вот почему, например, в своей практике я колоссальное внимание уделяю ценностям человека, потому что, вот понимаешь, для того, чтобы брать свою жизнь в руки, вот на мой взгляд, нужно две вещи знать, да. Первое – это, а что, собственно, хочу я? Вообще мне что надо? Какие у меня действительно потребности, да? Второй момент – это, ну, что мне по-настоящему ценно? То есть, собственно говоря, как бы моими глубинными ценностями и моими какими-то внутренними принципами, да, что является? Ну, потому что для того, чтобы выстраивать границы, нужны же какие-то критерии, да, там, и, допустим, вот элементарная вещь. Я, например, вот, не знаю, не люблю, когда меня там трогают посторонние люди, да, там, не люблю, когда ко мне прикасаются. Но при этом, при всем, скажем, для меня больше в приоритете, да, вот среди глубинных ценностей – это искренность. И если, например, в Израиле, да, вот была ситуация, когда я, там, при том, что я терпеть не могу, когда меня трогают, а мне вдруг подошла на пляже женщина, да, там, такая марокканская еврейка такая, да, родная такая вся такая, и она была безумная, искренняя, она подошла и начала меня трепать за щеку, она меня первый раз в жизни увидела, сказала, какая ты красивая. И вот в этот момент у меня не возникло там желания, да, ставить ее на место или что-то, потому что ее искренность, она просто зашкаливала. Ну, то есть это было вот настолько по-детски как-то непосредственно, да, что меня это абсолютно никак, ну, не ранило. Но я при этом, ну, прекрасно понимаю, да, там, что мне по-настоящему важно, там, чего я хочу, чего я не хочу. Но большинство людей, да, то есть они, особенно те, те, кто оказывается в ситуации с манипулятором, это же, на мой взгляд, ну, и причина-то тоже в том, что у меня границы размытые, ну, то есть а как он может себя так вести, а потому что так можно со мной, ну, то есть, значит, что-то я такое сделала изначально, да, ну, особенно если говорить о партнерские, там, парные, да, отношения, то есть там, где у меня был выбор, значит, что-то я такое сделал, что он себе может позволить вот так, да, как бы себя вести, и он же как-то решил, что со мной так можно, да, почему-то. И вот в этом смысле, вот, какие, я не знаю, ты используешь инструменты для того, чтобы человек понял, что ему важно, свои желания? Ты меня прямо сейчас в тупик поставила, какие я использую инструменты, чтобы человек понял, ну, во-первых, я использую слова, да, я спрашиваю, спрашиваю, чего важно для тебя, чего бы тебе хотелось сейчас, да, и, ну, вот, как в истории, например, с моим младшим сыном, да, он очень долго был удобным ребенком, реально удобным, и на вопрос, чего ты хочешь, он говорил, а как вы, я как вы, да, и нам понадобилось достаточно долгое время, чтобы приучить его к тому, что мы подождем, ты подумай, скажи, что важно для тебя, да, то есть это вот один из основных вопросов, но, кстати, часто, действительно, ну, это вот, опять же, мое, ну, так скажем, выводы из практики, дети, которые неудобные, которые очень четко заявляют о своих границах, которые настаивают на каких-то воплощении в жизнь своих решений, да, а они родителей подбешивают, ну, понятно, с ними сложно, а вот эти вот такие прекрасные, такие прекрасные Станиславы, которые говорят, ну, вот, как вы, да, с ними вообще великолепно, но Станиславов надо будить для того, чтобы они понимали, да, чего они хотят, то есть, ну, понимаешь, о чем я говорю, да, эти дети, они требуют как раз гораздо больших энергетических, эмоциональных вложений, чтобы, наконец, они услышали себя и не делали так удобно другим, и есть взрослые люди, которые стали такими удобными в силу определенных причин, и когда ты начинаешь спрашивать, а чего хочешь ты, и где в этой истории ты, да, человек остолбневает, потому что, на самом деле, он про это даже и не успел подумать, вот, это, наверное, один из самых главных вопросов для меня. Я еще, знаешь, думаю о том, что вот все-таки, когда мы говорим о том, что вообще о том, что мы готовы, да, вообще размышлять на тему того, что я там сам манипулятор или я живу с манипулятором, то есть все равно здесь требуется достаточно большая степень осознанности человека, то есть его зрелость, ну, вообще готовность, в принципе, о себе так подумать, да, и вот в этом плане, мне кажется, одна из вещей, которая страшно важна в этих случаях, вот тоже знание, осознание собственных слабостей, да, то есть то, что я говорила, вот такой вот один из важнейших компонентов вот взаимодействия, да, где есть манипуляции, это вот эти некие слабости, то есть вот эти струны, да, за которые можно дергать, да, и я как раз во вчерашней публикации там их упоминала, эти струны, да, то есть, например, если вот страшное дело, да, это очень часто встречается, например, если у женщины струна, она очень-очень жалостливая, ну, вот все, из нее просто веревки вьют все, да, то есть она прекрасно понимает, что стоит там кому-то начать там бровки домиком делать там рядом, да, и вот, и это, как правило, женщины, вот к ним прям прилипают эти мужики-манипуляторы, да, которые там начинают говорить, а вот у меня не получается, а мне вот надо вот попробовать, он непризнанный гений, и вот она там начинает его спасать, и там что-то там такое для него придумывать, и всякое такое, но вот осознавать, да, как бы отдавать себе отчет, в чем моя слабость, или там, да, вот пример приведу, осознанной манипуляции, да, когда мне там нужно было попасть, ну, к некому там прекрасному, короче, консультанту там по важным вопросам, и он мне говорит, ну, скажите, пожалуйста, ну, я вообще вот сейчас никого там не беру, из там себе, значит, студентов сейчас не беру, а почему вы пришли именно ко мне? Я так, глядя ему в глаза, говорю, ну, как, почему? Ну, потому что вы лучший, куда могла еще пойти? А он такой уже в возрасте человек, я понимаю, что вы делаете, но мне все равно приятно. То есть... Это чистолюбие, да, это еще одна точка такая положения. Ну, он, да, вот этот человек, например, он достаточно зрелый и взрослый, да, чтобы понимать, что вот у него как бы здесь есть такая слабина, да, то есть что вот он налезть, ну, падкий, да, там. У кого-то это, например, страхи, да, там есть, например, допустим, страх остаться там одной или там что-то в этом роде, да, или вообще какие-то страхи перед неизвестностью. Вот, ну, просто там тоже можно веревки вить, да, из тебя на эту тему. И, конечно, ну, то есть мне кажется, если тоже осознать свои вот эти вот слабости, да, то есть вот как бы что является мишенью для манипулятора, да, то есть по крайней мере уже можно там каким-то образом усиливать это место внутри себя, да, там каким-то образом его там защищать, то есть обучиться там, ну, во время взаимодействия с манипулятором там каким-то приемом, да, которые дают там тебе паузу, дают возможность выдохнуть там, чтобы собраться и так далее. Вот, еще мне тоже кажется, вот одна из вещей такая важная, это везде, где есть манипуляция, они все основаны на эмоции. Ну, как я могу манипулировать, да, то есть вызвать у тебя эмоцию, то есть что должна чувствовать себя там виноватой, чувствовать себя там хреново, не знаю там что, ну, то есть, короче, тебе должно быть там, или выбесить мне там нужно, да, и так далее, да, то есть это всегда так или иначе связано с сильной эмоцией, которая способен вызвать манипулятор. То есть как только он раскачал эту лодку, я из нее вываливаюсь, да, и все, и с этого момента уже там вот тепленького меня можно брать и там сделать со мной все, что хочешь. То есть я уже игрушка как бы, да, в его руках. И вот в этом плане, мне кажется, если я знаю, опять же, да, заранее заведомо знаю свои слабые места, их усиливаю, то, в принципе, ну, тогда вот этот эмоциональный фон, да, то есть это эмоциональный как бы триггер, да, который меня каждый раз включает, да, то есть он тоже постепенно сходит на нет. А когда нет эмоций, меня как бы не зацепить, да, то есть это как по стеклу когтями, да, водить, ну, то есть невозможно. Ну, и я бы еще все-таки большой акцент делала на то, чтобы осознавать свои желания и свои ценности, конечно же. Ну, то есть потому что если этого нет, то у меня нет и не самоуважения, и нет собственной позиции, меня очень легко выбить из колеи, у меня нет никаких принципов, ну, то есть я как бы не цельный, да, и в этом случае, что бы я там не научился делать, да, даже если я там дышу, медитирую, да, там и все эмоции взял под контроль, если я внутри не имею никакого стержня, никакой структуры, то в любом случае, да, там, в случаях манипуляций все равно можно ко мне там как-то подобраться. Может быть, что-то ты еще добавишь. Ну, я бы уже на самом деле больше бы ничего не добавляла, потому что у нас предстоит впереди два достаточно плотных дня работы на семинаре, который мы с тобой заявили. Завтра, да, то есть это достаточно... Завтра и 14-го, да. Да, завтра и следующая среда с домашним заданием, с аналитическими работами, с пониманием вообще, зачем мне обиды или зачем я обижаю, манипулирую ли я или манипулирую ты мною, да, и, в принципе, по большому счету это такая первая часть целого курса, целого цикла, которую мы с тобой заложили. В ближайшее время все анонсы появятся. Я думаю, что все, кому эта тема близка, актуальна, кто себя чувствует в каких-то тисках, есть ощущение какого-то дискомфорта или, например, сам понимает, что да, я вот каким-то образом поступаю с партнером или с ребенком, и я так больше не хочу, я хочу новые инструменты, да, для того, чтобы чувствовать себя прозрачным, для того, чтобы чувствовать себя цельным. Я думаю, что это очень хороший такой момент пригласить всех слушателей к тебе в работу. Завтра, среда, 7 апреля и 14 апреля два больших семинара, которые, это не два разных, это первая часть и вторая часть, потому что есть вопрос. Я тогда скажу, да, буквально пару слов, что, в принципе, две эти части, они делятся по принципу, что завтрашний весь день он посвящен освоению неких аналитических инструментов, да, то есть каким образом и при помощи каких-то критериев я вообще могу понять, что происходит, да, то есть я манипулирую, мной манипулируют, какие во всем этом механизмы, да, и какие из этих механизмов относятся ко мне. Дальше это некие технологии того, как я определяю свои ценности в том числе, да, и как я могу о них, ну, заявить, что такое вообще мои какие-то сформулированные принципы там и все такое прочее, вот. И дальше есть некое домашнее задание, да, когда люди будут работать в парах или в тройках между этими встречами, да, что было, сейчас вот как показывает опыт, мы вот сколько уже несколько семинаров, да, с тобой уже год, считайте, семинары делаем такие, когда люди взаимодействуют между, да, встречами друг с другом в парах или в тройках, это очень такой классный опыт, как показала реальность, да, что возможность посмотреть как-то на себя со стороны, да, и как-то по-другому себя свежим взглядом таким исследовать, вот. и дальше опять же это уже следующая встреча, то есть некая практика между встречами и следующая встреча это уже когда люди делятся своими какими-то технологиями, осознаниями, да, каким образом в каждой своей там конкретной ситуации применить какие инструменты фактически, да, то есть для того, чтобы свои эти проблемы решать, вот. Ну и еще тоже то, что для меня, наверное, очень важно, большинство групп, которые создаются вот на различных мероприятиях, сейчас вот у нас были про границу очень классные тоже такой семинар, мне очень нравится. Который растянулся вместо двух на целый месяц. Да, невозможно было, отлепиться друг от друга. И мне очень нравится, что люди общаются, да, что люди продолжают поддерживать связь друг с другом и что, ну, на мой взгляд, вообще, поскольку в теме в том числе и манипуляции, да, особое значение имеет среда, то есть где я могу быть собой, да, где я могу находиться в безопасном пространстве, где я могу говорить о том, что меня там волнует, да, то есть где люди двигаются в том же направлении, в котором я двигаюсь, да, и могут мне там каким-то образом помочь, посмотреть со стороны там свежим взглядом. то есть это все очень важно, на мой взгляд, особенно в такие, периоды, как у нас сейчас, да, вот с этой всей пандемией, всей этой историей, то есть живое, качественное, глубокое, вдумчивое общение особенно важно. вот, так что... Особенно в такой поддерживающей среде, которая складывается на твоих семинарах, куда приходят люди, которые хотят еще более осознанно совершать какие-то свои действия, не плыть по воле волн, да, как-то вот приходят за веслами, короче, к тебе на семинар. Окей, Ксения, я тебе очень благодарна за сегодняшнюю беседу и как-то вот, как обычно, какие-то новые, да, там, ракурсы удалось увидеть. Я надеюсь, что нам тоже как-то за этот час удалось более-менее какой-то целостный такой анализ, да, всего этого явления. Я надеюсь, что сейчас как-то будет уже нашим слушателям легче различить в том числе, да, где манипуляция, где нет. Вот, и все, кому интересно, я оставлю тоже там контакты рядом с этим видео, оно сохранится у меня в ленте, да, то есть обращайтесь, если какие-то есть вопросы, уточнения по мероприятиям, связанным с темой работы с манипуляцией, которая начнется завтра, онлайн-семинар, и будет еще 14-го числа, вот, и желаю вам прозрачности, цельности, искренности, чтобы вам удалось построить в своей жизни такие отношения, которые вам дают настоящее наслаждение, свет, внутреннюю такую свободу, вот, и помнить, что Бог создал человека простым, и мы сами все, в общем-то, усложняем, да, в хорошем смысле хочется пожелать вам возвращаться к своей простоте. Ксения. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. До встречи. И спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok